На дворе ноябрь и чехи полным ходом готовятся к празднованию Рождества. Я посмотрел на все эти наряженные торговые центры, на готовящиеся к открытию ярмарки и решил, что тоже хочется немножечко запастись новогодним таким рождественским настроением. Я поехал за ним в Икею. Что такое новогоднее настроение или рождественское настроение, это не важно. Для кого-то это ожидание чуда. Я не прав, но для меня это ощущение праздника, ощущение того, что на небольшой промежуток времени все будет хорошо. Меня можно спросить, а зачем ты поперся за новогодним настроением именно в Икею? Во-первых, здесь полно всяких маленьких финтифлюшечек, с помощью которых можно создать то самое ощущение праздника. А во-вторых, я очень сильно любил гулять по Икею, когда жил в Москве. И когда я сейчас брожу здесь, я думал, что я ощущаю такое чувство то ли тоски, то ли грусти. Но я призадумался чуть получше и понял, что это чувство, что все будет хорошо. Это чувство какого-то новогоднего праздника и счастья. Это то же самое чувство, которое я испытывал в Москве. Я считаю, что атмосфера праздника создается из мелочей. Это могут быть запахи корицы, имбирь, запах мандаринов или ели. Это могут быть какие-то украшения, например, гирлянды, снежинки, звездочки, елочные украшения, елочные шары. Это могут быть блюда, например, глинт и вень или то же самое имбирное печенье. Это могут быть какие-то салаты. Кто-то готовит оливье. Я, например, в своей семье готовлю цезарь. Все это по отдельности просто мелочь. Но когда они объединяются в одну картину для меня, они создают ту самую атмосферу праздника. Год назад я не особо запарился над тем, чтобы праздновать Новый год в Чехии, потому что точно знал, что приеду домой на праздники. Однако в этом году из этого праздника я хочу выжать все по максимуму, потому что я, во-первых, точно знаю, что не приеду домой на праздники. А во-вторых, год выдался, не побоюсь этого слова, настолько проклятый, что хочется достать все до последней капли из каждого возможного момента счастья.